Иногда, когда мы стараемся сделать что-то хорошее , то у нас отличные намерения, но в практике это не всегда выходит так хорошо. Очень важно задуматься, когда ты хочешь помочь кому-то, подумай, как это сделать самым эффективным образом, и также, чтобы этот человек получил от этого максимальную пользу. Например, пару недель назад вдруг, это было в четверг, конечно, когда все подготовления к шаббату, к субботе, нету воды, мы открываем воду в кухне, в ванной, нигде вода кончилась. Мы пошли к соседям, и у них вода есть. Есть выражение на иврите «царат рабим хацин и хама». Если когда какое-то горе у множества людей, это не только у тебя, тогда это уже хацин и хама, это уже половина утешения. Это, наверное, легче, но у соседей не было. У соседей была вода. Мы пошли к соседям наверху, и там у них тоже не было воды. Тогда мы решили, что не только что-то случилось с нашим водопроводом, и мы начали искать, где же стоит наша труба, чтобы как-то поверить. Это был первый раз, что я этим занимался, поэтому я не знал, где это. Мне помогали соседи, и, наконец-то, мы вроде бы нашли главные эти трубы, но там все было очень крепко закрыто, и не было видно, что кто-то к этому прикасался. Но когда я попробовал потом все-таки с специальными ключами это открыть, то вроде бы что-то там пошло. И вдруг проходит сосед, который живет в другом здании. Он говорит, «О, я как раз проходил здесь час назад». Он мне объясняет. И я увидел, что там капают капельки воды. Поэтому я пришел, я решил, чтобы не капала вода просто так, и я закрыл у вас этот водопровод. Он хотел помочь. Он не хотел, чтобы эти пару капелек воды просто так проливались. Поэтому он перекрыл воду для всего этого здания, для нашей стороны здания, так что ни у кого не было воды. Он хотел помочь, он хотел сделать что-то отличное, хорошее дело, чтобы вода не шла просто так, но надо было предупредить, надо было решить, надо было действительно решить, насколько это важно, чтобы забрать в четверг вечером воду от пяти семей. Раф Зильбер, наверняка, вы знаете, Раф Ицех Зильбер, в его книге приводится тоже пример, что один человек, который ехал с ним на автобусе, то он решил сделать ему приятное, и он купил для него билет, да, или просто помог ему купить этот талончик. И потом на следующей какой-то остановке этот человек вышел вместе с билетом, и потом пришел контролер, и Раф Зильбер получил штраф. Также здесь понятно, что он сделал хорошее дело, но он сделал это настолько нехорошо, что в конечном итоге от этого хорошего дела остался только штраф. Поэтому высшая мера благотворительности помощи другим – это дать кому-то работу. Если человек безработный, можно было ему собрать деньги где-то как-то, чтобы дать ему какое-то пособие, но он будет себя чувствовать как таким жалким, как бы, что ему собирают на него, да, это такой бедный такой случай. И лучше всего – это найти какой-то путь, где он будет чувствовать, что он зарабатывает, он заслуживает это. Тогда у него не будет стыда, он будет, вся его мацафруах, все его настроение, вся семья – это поддействие на то, что это самый эффективный способ, чтобы помочь этому человеку. И так каждый раз, когда мы, у нас есть шанс действительно кому-то помочь, я должен подумать, как это лучше всего сделать. Несколько недель назад произошла очень интересная вещь. В Бруклине, Нью-Йорк, есть один человек, который занимается продажей iPads на таких таблетах, экранах. Он продает их на Амазон. В этом случае он получил новую партию, да, из Китая, там, около сотни iPads. И он поставил их на продажу, это заняло полночи, пока он все это оформил, и он был уже совсем сонный, он пришел спать. Когда он проснулся, он пошел помолился шахарить утреннюю молитву, он вернулся из синагоги, покушал. Потом он решил проверить, ну, может быть, уже как-то это было, как его продажа идет. И когда он открыл, он был страшно удивлен, потому что там было сказано, что все продано. Все, все было полностью, все заказы, все исчерпано, все распродано. Никогда у него не было, чтобы за пару часов распадал весь... И когда он начал проверять на свою страничку и свою рекламу, он в ужасе понял, что вместо 400 долларов он забыл ноль, он поставил 40. Цена, да, если он покупал там по 300, то он поставил продажную цену 40 вместо 400. Это огромнейший промах, это ущерб, который он тебе нанес. Если сейчас пойти всем доказчикам сказать, что это была ошибка, Amazon у них очень строгие правила. Если даже у тебя получится как-то это аннулировать, эти сделки, то потом у тебя будет очень плохая критика. Это, ну, плохая репутация. Это был бы практически конец вот этой его карьеры, которую он строил годами. Когда он начал проверять свои мейл, свою почту, то он увидел, что ему пишет Иуда из Лейкфуда. Следующее письмо, да, он видел, что это в середине ночи кто-то ему написал. Пишет, что я работаю в той же бранше, в этом же бизнесе. Я тоже продаю iPods на Amazon. И когда я, перед тем, как поставить свои какие-то предложения, я проверяю, как, что в конкуренции происходит. И ночью я увидел, что вы поставили на продажу эти iPods, и там цена 40 долларов, и это не может быть. Я был уверен, что это ошибка. Поэтому я сделал следующее. Я сам купил все ваши iPods, весь ваш товар полностью заказал, чтобы никто другой это не мог сделать. И тогда, сейчас у вас не будет проблем. Я вам все это, естественно, ну, мы все это сейчас с вами решим, чтобы, не дай бог, у вас не было никаких затрат и такого ущерба. Это потрясающий пример, где человек, который, это его конкуренция, который в середине ночи занят своими делами. И он увидел, что здесь есть, у кого-то грозит этот вот ущерб. Он делает все и делает сообразительно, да, он очень как бы быстро понимает, что это самый лучший путь, чтобы спасти вот этот ущерб. Быстро скупив весь этот товар, чтобы больше никто это не мог сделать. Так что, когда у нас, во-первых, мы должны искать, да, искать эти возможности, помочь кому-то, да, увидеть, что кому нужно. И когда у нас есть эта возможность, то, пожалуйста, мы должны проверить, да, насколько самый эффективный, самый лучший способ, чтобы у этого человека не было никаких негативных эмоций, никаких, не причинить ему какой позор, никакой стыд. Чтобы это действие доброе дело, но было совершенно успеха.